Беатрис Поттер Английская детская писательница и художница Беатрис Поттер родилась в буржуазной семье викторианской эпохи. У нее было закрытое одинокое детство, типичное для того времени. Беатрис была особенно близка с отцом, и именно он первым признал ее художественный талант. В 8 лет Беатрис заполняла альбомы рисунками животных и растений. Соседи-писательницы проявляли большой интерес к ее творчеству и радовались, когда на картинках узнавали свои дома. Местные сценки легли в основу сказок о зверушках и были выполнены так замечательно, что со всех концов света и до сих пор приезжают люди посмотреть на места, изображенные в ее книгах. Любовь Беатрис к животным разделял и ее брат. Дети часами наблюдали и делали наброски домашних животных, которые жили в их учебной комнате. Беатрис провела большую часть своей юности самостоятельно изучая живопись и рисуя эскизы. Как большинство взрослых дочерей богатых людей, она не работала и у нее было достаточно времени, чтобы заниматься и живописью, и естественными науками. К своим 20 годам Беатрис превратилась в талантливого натуралиста. В 1897 году она написала научную работу о том, что лишайники состоят из двух организмов – грибов и водорослей. И с помощью дяди, известного химика, представила ее общество Линнея. Но так как туда входили исключительно мужчины, к работе Беатрис не отнеслись серьезно и ее теории были отклонены. Вероятно, это неуважение побудило Беатрис сосредоточиться больше на рисовании и живописи. Путь Беатрис как писательницы и художницы начался с создания сказки о кролике Питере. Кролик Питер родился в письме, которое она написала сыну своей бывшей гувернантки. После того, как книга «Повесть о кролике Питере» была отвергнута шестью изданиями, Беатрис решила издать ее самостоятельно. Увидев копию этой книги, издатель Фредерик Уорн заинтересовался ей и решил издать кролика Питера. Книга произвела такой фурор, что в течение года было издано еще шесть тиражей, чтобы удовлетворить весь спрос. Этот успех ознаменовал начало отношений между Беатрис Поттер и издательством Фредерика Уорна. Это сотрудничество позже привело к дружбе, а затем и к любви между Беатрис и Норманом Уорном, ее редактором. Против воли родителей Беатрис приняла предложение, но свадьба, увы, не состоялась. Ее жених умер от рака крови. В 1909 году Беатрис встретила и полюбила местного юриста Уильяма Хиллиса. Ее родители опять были против брака с поверенным страной, но Беатрис Поттер все же вышла замуж и стала миссис Хиллис. К 1920 году Беатрис сильно ухудшил зрение, и она все меньше и меньше рисовала. Ее последние книги были собраны из эскизов и рисунков, выполненных годами ранее. Ее последняя крупная работа «Повесть о поросенке Робинсоне» была опубликована в 1930 году. За свою жизнь Беатрис Поттер издала 23 книги малого формата для детей.